Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые Новости. С вами Дмитрий Белькевич, и сегодня я и мои коллеги расскажем вам много интересного о событиях, произошедших в разных странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу ряд авиаинцидентов произошел в мире накануне. Есть жертвы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем выпуск с продолжения истории об аварийной посадке авиалайнера уральских авиалиний в чистом поле Новосибирской области. По данным Межгосударственного авиационного комитета, случившийся это первый инцидент с такого рода воздушными судами в текущем году. Как отмечается в сообщении МАК, в первом полугодии 2023-го с гражданскими судами произошло 12 авиапроисшествий, в том числе 7 катастроф, жертвами которых стали 13 человек. Но ни одна трагедия, к счастью, не произошла с участием самолетов, взлетная масса которых превышает 5700 килограммов. Этот показатель лучше прошлогоднего. А что касается крушений, то все они в основном связаны с малой авиацией. Но и в этом плане ситуация лучше. Чего не скажешь о странах Европы. Только за вчерашний день сразу две катастрофы. Одна из них в районе Баден-Вюртемберга, Германия. Одномоторный самолет при выполнении посадки разбился, погиб пилот. А в Чехии в селе Тлучшице аналогичный легкомоторный самолет рухнул во дворе частного дома. Жертвами стали пилот и пассажир воздушного судна. Другим темам. Нынешний год богат на природные катаклизмы, о чем говорят данные о жертвах разрушительных землетрясений в Турции. Или сведения о погибших после другого мощного сейсмособытия в Марокко. По некоторым данным, число жертв приблизилось к 3000. Арабские СМИ сообщают, что оно уже перевалило за 3000. Смотрите подробности. Спасатели разбирают завалы после смертоносного землетрясения в Марокко. Жертв уже больше 2800 и число продолжает расти. Многие дома в горных районах построены из глинобитного кирпича, камня и необработанного дерева. Из-за этого шансов найти выживших ещё меньше. Причина в том, что в таких обломках реже образуются карманы с воздухом, где люди могут продержаться несколько дней. Но спасатели не падают духом. «Мы никогда не теряем надежду и никогда не сдаёмся». Некоторым домам в районе, где случилось бедствие, было около ста лет. Часто их строили без помощи архитекторов. «По сути, мы получили груды камней, грязи и пыли. Всё это слипается. Несмотря на сухость, там не образуются ниши с воздухом, где можно выжить, где можно дышать. Люди похоронены под этим материалом. Он их окружает со всех сторон». Этот мужчина говорит, что сразу после землетрясения вручную разбирал обломки, чтобы вызволить родственников и соседей. «Я слышал, как люди кричали, что умирают. Пожалуйста, достаньте нас. Когда я выбрался, я начал помогать другим. Мы спасли 25 человек. Восемь в больнице, остальные вернулись». Ему также удалось спасти сестру и её семью. «Я услышал женский голос. «Брат, спаси нас! Я спас её, её сына и её мужа!» Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 8 сентября в регионе Маракеш-Софи. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Маракеша в Атласских горах. Бедствие привело к масштабным разрушениям. В том числе были повреждены исторические достопримечательности Маракеша. Толчки ощущались также в Испании, Португалии, Алжирии и других странах. Помощь Марокко предложили ЕС, ООН, Индия, Франция, Португалия, Турция, Великобритания, США, Тайвань, а также ряд других стран. Не утихает стихия и в Европе. По меньшей мере трое погибли и трое чистятся пропавшими без вести в Испании. На кадрах реки, которые возникли вследствие рекордного количества осадков, выпавших в центральной части страны. В итоге под ударом оказались Мадрид, Толедо, Кастилия, Ла-Манча, Каталония и Валенция. Тем временем продолжаются неприятности и в Азии. Только к человеческим жертвам и крупным проблемам с инфраструктурой можно еще приплюсовать 70 сбежавших крокодилов. Рептилии проживали на частной ферме и из-за сильного наводнения в городе Маумин из берегов вышло озеро, где содержались крокодилы. Они свободно гуляли возле деревни Пенцу. Их всех пока не нашли, поэтому местных жителей просят оставаться дома. Тем временем тысячами измеряется число жертв наводнения в Ливии. Ураган Даниэль принес масштабные осадки, не выдержала дамба в одном из ливийских городов, и он погрузился под воду, унеся жизни людей. В целом же пострадали три густонаселенные провинции. Тысячи людей погибли в результате сильного наводнения на востоке Ливии. Об этом сообщают местные власти. Еще тысячи пропали без вести. Бедствие принес ураган Даниэль. Он пронесся над Средиземным морем после того, как на прошлой неделе обрушился на Грецию. В Ливии больше всего пострадал город Дерна. Здесь из-за ливня и сильного ветра прорвало плотины. Хлынувшая вода смывала целые кварталы. На юге Дерны прорвало плотины. Из-за этого вода хлынула в город. Три моста полностью разрушены. Вода затопила жилые районы. Также целые кварталы вместе с людьми оказались в море. Зоной бедствия объявлено три провинции. Эль-Бутнан, Эль-Вахат и Эль-Куфра на востоке страны. Катастрофа произошла в регионе, который не контролирует международно признанное правительство в Триполи. Тем не менее, оно призвало оказать стране международную помощь. Турция уже заявила, что отправляет три самолёта со спасателями и гуманитарной помощью. Власти Временного правительства в Триполи и на востоке объявили трёхдневный траур. Они также закрыли школы и магазины и ввели комендантский час. А улица португальского города Анадия окрасилась в красный. Но багровые реки, запечатлённые на видео, не кровь, а вино. Причина в разрушении винных резервуаров на одном из заводов Португалии. Из двух крупных цистер на улицу вылилось больше двух миллионов литров вина. Значительную часть удалось собрать и отправить на станцию очистки источных вод, чтобы вино в реку не попало. Иначе разразилась бы экологическая катастрофа. Об этом сообщает издание Тодонатисиас. Пострадавших в результате инцидента не было. Правда о том, что полгорода наутро страдали от похмелья, никто не передавал. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чинына состоялась на Дальнем Востоке. Главы двух государств провели короткую встречу на космодроме Восточной Амурской области. Лидер КНДР прибыл на поезде на железнодорожный вокзал космодрома, а сама встреча прошла в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где в настоящее время идет сборка новой ракеты «Ангара». Позже в СМИ появилась цитата Ким Чинына, который, говоря о своей поездке в Россию, назвал ее явным свидетельством стратегической важности двусторонних отношений. Между тем, отношения Великобритании и другой мощной державы на Востоке, КНР, существенно осложняются и во всем виновата задержание якобы китайского шпиона, работавшего в британском парламенте. На прошедшем саммите «Большой двадцатки» в Индии премьер Риши Сунак выразил едва ли не ноту протеста и серьезную беспокоенность по поводу всей этой истории. Он считает, что, видите ли, неприемлемо вмешиваться в их парламентскую демократию, очевидно забыв о проявлении внешней политики Великобритании в связи с известным вам конфликтом. Зарубежные СМИ цитируют премьера, сообщая, что Британия предпримет дальнейшие попытки по согласованию подхода к Китаю с учетом мнения США, Австралии, Канады и Японии, очевидно, строив коалицию против Поднебесной. Однако американские советники у британских властей могут поменяться, правда, не так скоро, как хотелось бы, но все же явно попахивают импичментом США. Спикер Палаты представителя американского конгресса Кевин Маккарти призывал к расследованию, результаты которого могут привести к импичменту президента Джо Байдена. Главное обвинение в том, что Байден якобы знал о бизнесе своего сына, но при этом лгал американскому народу. Более того, старший Байден не только знал о действиях своего сына, но и был в них непосредственно вовлечен, проводя телефонные переговоры и встречи с партнерами сына. В итоге влияние отца способствовало получению Хантером спорткара от Порше в качестве подарка от бизнесменов. И снова США. Полицейские одного из штатов с ног сбились в поисках преступника, обладающего незаурядными физическими способностями. Мало того, что он смог передвигаться по стенам, как Человек-паук, так ещё и внешность меняет. Что известно о беглеце, он приговорён к пожизненному за убийство. Как хотят ускорить задержание Душегуба, расскажут мои коллеги. Полиция Пенсильвании продолжает искать заключённого, сбежавшего более недели назад. По последним данным, ему удалось проскользнуть через охраняемый периметр на угнанном фургоне. Я не собираюсь оправдываться. Я сожалею, что это произошло. Полиция также опубликовала фотографии сбежавшего Данелла Кавальканты, сделанной с помощью камеры дверного замка. На них он пытается связаться с бывшим коллегой. В тот момент мужчина не было дома. Позже, когда он увидел запись, то сразу позвонил в полицию. Беглец ищет какой-то помощи и очень в ней нуждается. Полиция сообщает, что вернула угнанный фургон в воскресенье утром. На новых фоток Кавальканты уже без усов и бороды. Он также сменил тюремную одежду. Вы видите, что он теперь чисто выбрит и одет в ярко-зелёную толстовку с капюшоном. 34-летний преступник бежал из тюрьмы округа Честер 31 августа. Он перелез через стену. Там его держали в предварительном заключении. Он ожидал перевода в другую тюрьму штата, где должен был отбывать пожизненный срок за убийство своей бывшей девушки. Полиция говорит, что поиски затруднены из-за сложной местности. «Туннели, очень большие дренажные канавы, разные неохраняемые места, плюс погода, вертолёты по ночам не летают. Есть ряд причин». Полиция объявила о вознаграждении в 20 тысяч долларов за любую информацию о беглеце, которая поможет его схватить. И напоследок. Накануне состоялась мировая премьера нового айфона. Устройства, получившие индекс 15, представили в США. Трансляцию могли посмотреть из разных уголков земли. Главные отличительные особенности новой модели – вместо разъёма на один USB Type-C. Рамки экрана у смартфона стали меньше. Основная камера рассчитана на 48 мегапикселей. Стоимость смартфона стартует в США с 800 долларов, а модели Pro и Pro Max – от 1000 и 1200 долларов соответственно. Только вот в нашей стране предзаказ на эти модели обойдётся минимум в 200 тысяч рублей. Возможно, только пока. На этом у меня всё. Ещё больше интересных новостей в YouTube и Telegram каналах нашей программы. С вами был Дмитрий Белькевич. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!